На самом деле, чтобы было поинтереснее, чтобы была какая-то дискуссия, которая формируется не только один день, а которая формируется несколькими днями. Я попытаюсь оппонировать той позиции, которую я занял 1 января по поводу того, что представляет собой Бог Игорь, и попытаюсь просто выставить какую-то другую позицию, которая будет защищать христианское представление о Боге. А можно, кстати, с того вопроса? Даже не вопрос, а просто комментарий. Мне кажется, то, что высказывал Игорь, это можно было без всяких философских терминов высказать совершенно абсолютно просто. И это, естественно, позиция любого атеиста, что Бога нет, Он придуман людьми, и вокруг этой идеи просто наворочено много всего. Храмы, молитвы, иконы и так далее. Вот и все. Ну Игорь не так позицию высказал. Если пропонировать эту позицию Игоря, то это именно так. А в чем профанация-то? Профанация из того, что Бог трансцендентен, из того, что Он для нас является, представляет собой некое небытие, из этого не следует, что Его нет. Понимаешь, точно так же, как бы это сказать, если, допустим, из того, что твои родственники мертвы, ну какие-нибудь, да, из этого не следует, а ты, допустим, с этими людьми хорошо был знаком, они в твоей жизни все равно присутствуют. Независимо от того, существуют они в виде конечных каких-то сущностей или не существуют. Так же и Бог, понимаешь, из того, что нельзя его руками пощупать, из того, что представление о нем не является простым, из этого не следует, что однозначно можно сказать, что Бога нет. Понимаешь? Поскольку у людей представление такое есть, и это представление на их жизнь влияет, и само действие людей в соответствии с этим представлением доказывает, что это представление не пустое место. Как сказать, представление есть, есть представление о коммунизме. Коммунизма нигде нет, так представление о коммунизме есть. И на жизнь многих людей оно влияет. Правильно, точно так же, как идея коммунизма и многие другие идеи, несмотря на то, что они представляют собой идеи для людей, они существуют. И Игорь, как мне кажется, ну пускай Игорь потом может сам сказать, высказывает на такую позицию. То есть, несмотря на то, что мы не можем никак к Богу двинуться и как бы его руками пощупать, глазами посмотреть и ушами послушать, тем не менее, в жизни некоторых людей, которые в него верят, он и есть. Бытие, понимаешь, для них это на самом деле некая сущность, которая влияет на их жизнь, которые люди соизмеряют с этой сущностью свои поступки и прочее. Ну, в общем, тогда у меня сразу вопрос возникает. Есть ли разница между некой, между трансцендентной сущностью, но сущностью, и просто некой идеей, которую можно придумать любую, и запустить ее, как сказать, в ход, и она будет влиять на жизнь людей. Может придумать любую идею. И сразу состоит в том, что любая конечная идея, она в силу своей конечности, и у нее и содержание будет некое конечное, определенное содержание. И причем, как бы, она может быть такой идеей, которая есть у тебя, а которой нет у другого. То есть, это идея, которая не обязательно людей объединит. Одни будут считать, что коммунизм верная и истинная идея, а другие, допустим, будут считать, я вообще не знаю, какую-нибудь идею социализма, или идею капитализма, или какую-либо другую идею. И фашизм, и прочее. А единственная идея, которая является для всех одинаковой, и с которой люди вынуждены согласиться все, это именно идея небытия. Это идея конструктивная. Нет, две идеи. Идея бытия, идея небытия, эти идеи, не зависит от того, нравится тебе это или не нравится. Так, ты одного, ты взгляда, или другого. Она объединяет всех людей. Да. Ну, вот смотрите, в чем разница. Она логика прямо обратно на логике аналогического доказательства Бога. И что говорят аналогические доказательства Бога? Они говорят, что, например, для стола, стула, для кого-либо еще, у нас, бытие Ем и его сущность, они как бы разнесены. Есть компьютер, есть бытие компьютер. Есть стол, есть бытие стола. Есть химера, есть бытие химера. И так далее. Они раздельны. Для Бога, говорят аналогическими доказательствами Божьим, идея существования относится к его сущности. То есть его сущность состоит в том, что он как бы существует. Вот так здесь говорят. Здесь точно та же странная патологическая ситуация, которую тоже очень сложно понять, по которой я говорю. Но тут в идее как бы Бога абсолютно заключена идея небытия. Идея небытия – это не то же самое, что идея коммунизма, неосуществимая, нигде не существующая. Это не то же самое, как идея химеры. Химера сама по себе, а небытие химера само по себе, то есть его отсутствие существования. Здесь как бы именно небытие относится к сердцевине этой такой специфической сущности. И эту интуицию, с ней справиться и понимать ее очень сложно. Но все-таки важно очень понимать, что идея абсолютно в смысле небытия, она состоит от идеи вот такой сущности, куда небытие включено в качестве своего необходимого единственного компонента. Поэтому, Стас, все-таки было бы несколько неточно сказать, что это идея атеизма. И да, идея бытия, вот эта самая идея, это не есть идея просто чего-то отсутствия, чего-то несуществующего. А вот именно вот идея вот такого, где у тебя сущность сплетена с небытием. Не с бытием, как онтологическим доказавствия Божьего, а с небытием. Это вот такой вот, разный вот такой подход, странный очень. И кипологического противоречия, потому что как-то не очень понятно. Ну, по всей видимости нету, по крайней мере, надо его понять, каким способом мы мыслим небытие, небытие как таковое. В этом есть определенная задача, ведь как-то мы его мыслим, безусловно. Я говорю апофатическим способом, быть может апофатическим способом. Но надо понимать, что тезис сказать, что абсолютно есть небытие, на мой взгляд, это не то же самое сказать, что Бога нет. Потому что когда что Бога нет, предполагает, что есть некая сущность, обладающая ростом, возрастом, размером, чем его имущество Господней, которого нет. А здесь, как бы, к сути определения Бога, его обладается в абсолютное бессилие, в абсолютное небытие. Вот так, наверное, написал ноту. Так вот, для того, чтобы апеллировать против этой позиции и против вообще всех позиций, связанных с тем, каким образом абстрактно рассуждает отборки. У Паскаля есть такое послание, или лучше сказать, какой-то амулет, который называется иногда мемориалом. И вот он в этом мемориале, он тоже всю жизнь занимался богословием, и вопрос Бога его был очень важен. И вот он в этом мемориале, сначала можно рассказать некое предисловие. Когда в 1654 году, в ночь, в определенный день, в ночь, у него озарило некоторого рода откровение. И вот в этом откровении он понял, что всю жизнь, пытаясь постичь Бога с помощью каких-то философских конструкций, он ошибался. И вот он пишет, что... Бог, ну я не буду все поскорить, Бог Авраама, Исаака, Якова, а не философ и ученых. Веру, веру, почувствуй радость и мир, Бог Иисуса Христа, мой Бог и твой. Деум мелмед, деум веструм, забудьте обо всем мире, кроме Бога. Лишь Евангелие приведет к нему. Ну и так далее. Суть образа состоит в том, что речь идет не о каком-то абстрактном Боге, ученых и философах, а речь идет о конкретном личностном Боге. Да, Боге Авраама, Исаака, Якова. То есть того самого Бога, который зафиксирован в Писании, в Иоанной, который, более того, который в Библии себя являет. И, собственно, Библия как бы и представляет собой не только описание жизни народа, но и как бы явление Бога. Библия, который как личность, который имеет собственное имя, да, вот Иегова, там, или Яхва, там, в разных прочтениях, там. Хотя на самом деле достоверно неизвестно точно его имя. Ну, по крайней мере, для христиан это личное имя представляет собой Иисус Христос, да, это тоже некое личное имя, это не какое-то абстрактное понятие, да, это не понятие бытия, или понятие ничто, там, или это понятие Абсолюта. Все философы, они, когда рассуждают, они рассуждают в общих понятиях. И они пытаются, ну, и в силу того, что, в принципе, как бы, что такое философия, это философия, это нечто, как бы, можно сказать так, что такая общая дисциплина, которая пытается найти наиболее общие законы, там, или, там, наиболее принципы, наиболее общие, там, природы, там, человек и общество. Ну, можно по-разному, там, формулировать, да, чтобы представлять собой философию. В любом случае, вот есть некий консенсус философов, да, который говорит о том, что вот философия, ребята, представляет собой некую наиболее общую дисциплину. И, собственно, и Канн говорил о том, что философия занимается некоторыми всеобщими и необходимыми сущностями. И Дегель с этого начинает, да, вся его философия начинает с того, что, если взять, допустим, феноменологию духа или логику, что, собственно, что представляется, что, что, какое содержание является, собственно, философски, да. А именно содержание как некое всеобщее содержание. И более того, мы даже до единичности добраться не можем. Нам единичность дана в опыте, да, в неком опыте непосредственности, в чувствной достоверности. Но всякий раз, когда мы что-то пытаемся высказать об этой единичности, или как всякий раз, когда мы пытаемся к этой единичности отнестись как к некому знанию, мы сразу переходим в сферу всеобществ, в некую сферу тотальности. И вот эта сфера тотальности и сфера всеобщества представляет собой ничто иное, как сферу мышления. И получается, что если мы попытаемся подойти к Богу, если так можно выразиться научно, если мы пытаемся не просто переживать Бога в неком откровении какой-либо религии, в неком чувстве, в некой непосредственности, если мы пытаемся Бога понять, а ведь понимание очень важно, во что мы верим, в чем состоит концепция нашего Бога, это надо знать, иначе просто мы можем много что переживать, но не зная, что мы переживаем, не понимая, к чему мы относимся, мы так и будем оставаться в этом низком уровне отношения. Для того, чтобы понять все-таки, на самом деле, что такое Бог, необходимо, конечно, перейти к мышлению. И, собственно, более того, даже богословие заявляют, что Бог доступен единственным способом, с помощью мышления. Что Богу бесполезно как бы пытаться ощущать, пытаться искать глазами среди конечных вещей, пытаться щупать и прочее. То есть Бог чувственно нам не доступен. Но, правда, есть еще один способ доступа, это через внутреннее чувство, через особого рода религиозное переживание. Но мы пока этот момент отставим, может, попозже к этому вернемся. И вот еще есть способ доступа к Богу через мышление. И вот как бы и все богословы, и Гегель вместе с ними считают, что Бога надо постигать через мышление, через какие-то там предикаты или через какие-то построения, скажем, лучше логические. Собственно, как бы вся система Гегеля представляет собой не что иное, как вот теология. Сам Гегель был выходцем из тюбингенской школы до богословской, теологической школы. Собственно, вся его философия, на самом деле, не что иное, как построение вот этой некой системы теологии, в которой как бы большее значение придаётся именно постижению Бога, чем по каким-то там конкретным философским вопросам. И более того, что же такое представляет Бог у Гегеля? Ну, сначала надо немножко сделать шаг назад и посмотреть, что представляет Бог у Спиноза. Он Спиноза первым высказал ту идею, что Бог представляет собой все, что есть. Все, что у нас присутствует, некая субстанция всего, представляет собой Бог. И, собственно, в этой субстанции людям место отводится как некий модус Бога. Да, мы как бы находимся внутри Бога, да, и представляем некий его модус. Но мы, в отличие от каких-то других существ, можем Бога постигать, да, и высказывать о Нём какие-то там... Вы имеете о Нём знания. В чём как бы недостаток системы Спинозы, хотя и Фихт, и Гегель эту систему хвалят. Недостаток состоит в том, что Бог понят только как объект. А Гегель говорит, что Бога надо понять так же, как субъект. И для того, чтобы понять Бога как субъект, необходимо, чтобы и человек тоже занял своё место. На самом деле, соотношение... Вообще говоря, богословие, оно подразумевает, на самом деле, каждый раз взаимоотношения человека и Бога. Потому что понимание Бога, оно строится по логике понимания человека. И взаимоотношение человека и Бога понимается как взаимоотношение человека и человека. Ну, понятно, почему. Потому что Бог понимается как некая личность, как некий субъект. И для того, чтобы к этому субъекту отнестись, необходимо выстроить всю систему взаимоотношений субъектов. Вся интерсубъективная логика должна быть воспроизведена. И в принципе, если мы понимаем, как взаимоотносятся два человека, как два субъекта свободных, мы можем на этом основании, просто экстраполируя эту логику, понять, как взаимоотносятся человек и Бог. Так вот, для того, чтобы перейти к системе Гегеля, чтобы понять, что значит понять Бога не только как объект, а понять его дальше как и субъект, это означает, на самом деле, выстроить некие взаимоотношения человека и Бога таким способом, как взаимоотношения двух субъектов. А субъект существует только для другого субъекта. Это стандартное, кстати, представление Гегеля, но оно просто логически понятно, что существуют некие уровни реальности, и если мы говорим, например, об объектах, то для объекта никогда не существует никакого субъекта, для объекта все остальное точно так же объект. Допустим, только для субъекта может предстать другой субъект. То есть, чтобы существовал субъект, и чтобы его можно было бы засвидетельствовать, нужен другой субъект. И вот этот другой свидетельствующий субъект – это человек, если мы говорим о Боге. То есть, обязательно по этому системе Гегеля центральное место занимает сознание, то есть человеческое сознание. И более того, Бог как бы, как, Бог что с тобой представляет? Бог в себе представляет собой некую логику, да, вот которая в сжатом виде, как бы, вот она развернута, да, вне времени и вне пространства. Но этого недостаточно, да, вот, как, почему-то для… это не объясняется почему, потому что, собственно, факт таков, да, что это развернутость есть. Почему-то для Бога нужно, необходимо вот эту логику, чтобы эта логика была развернута, да, не только в себе, но и для себя. И вот она, разворачивание этой логики, она представляет собой, во-первых, всю природу, да, в природе Бог разворачивается. И вообще природа понимается как окаменевший интеллект. Потом она разворачивается в человеческой истории, разворачивается, собственно, как бы, в истории не только событий, но и в истории мысли, прежде всего, да. Ну, то, что это логика, да, и доходит, как бы, к философии Гегеля, в общем, до осознания самого себя. И дело здесь не только в том, что философия Гегеля является завершающей философией в силу того, что вот эта вот логика, как бы, осмысляет само себя. А на самом деле здесь вот есть такое прозрение, что Бог, да, в лице Гегеля, и в лице гегельской философии он доходит вот до такого разворачивания самого себя, которого полностью все моменты, которые были в себе, вот реализуют, да, в некоторого рода, в некоторого рода целом. И вот это вот всеобщее целое, которое имеет две стороны, одну в себе, да, в некоторую вне времени и по непространству логику, и другую развернутую в виде природы и общества и человека, вот это вот все это целое, точно так же, как Успеноза, да, представляет собой Бог. Только в этот раз вот эта тотальность, она на самом деле, Успеноза, я еще раз говорю, что у человека представляет только моду с Богом, да, и незначительное, и несущественное, да, как бы исчезающее. То, как бы, в системе Гегелева человеку выдвинуто, ну, правильное место, да, человек, как бы, вот, встал в середину, и более того, через человека, как бы, Бог, как бы, реализует свою, это, свою, это, потенцию, да, потому что то, что это в себе, это вот некого рода потенция, да, как бы, а действительность, она вот уже развернута во всю ширину, как бы, в целое, это вот уже действительность была. Ну, конечно же, как бы, вот это рассуждение о том, что, как будто бы, потенция существовала до времени, а потом она развернулась во времени, тут вот существует много проблем, но эти проблемы общие, там, не только для Гегеля, она вообще общая для Богослава. Так, вопрос в чем состоит? Вопрос состоит в том, что конкретность Бога Гегеля может быть достигнута только тем способом, что он говорит о том, что мир один, да, вот, например, Спиноза говорит о том, что Бог есть субстанция, да, субстанция всего, что есть, то есть конкретность Бога, его единичность достигнута только тем способом, что эта субстанция одна. Точно так же у Гегеля, да, конкретность достигнута только тем способом, что такая логика, развернутая в целом, тоже одна. Причем у Гегеля еще здесь добавлено, что недостаточно заявить и единичность, надо еще показать конкретность. Поэтому он говорит о том, что Бог является в трех лицах, и троичность Бога указывает на то, что это конкретная единичность. Потому что может быть единичность, в котором просто нечто дано в одном экземпляре, как у Спиноса, это подсубстанция одна, и поэтому она единична. Но мы сейчас хотим говорить, я хочу говорить о том, что в каком еще смысле можно понять конкретность Бога. Дело в том, что в свое время мы обсуждали вопрос о различных смыслах понимания того, что представляет собой всеобщество. Я говорил о том, что всеобщность имеет по крайней мере четыре смысла, которые явно усматриваются. Во-первых, всеобщность сознания, то, что можно было бы иначе назвать тоже всем сознанием. Во-вторых, всеобщность понятия, то, что иначе можно было бы иначе назвать просто всеобщность мышления, то есть вот та всеобщесть, на которую, собственно, опирается, когда эксплуицируют понятие Бога геи. Третье – это всеобщность рода и вида. Я имею в виду не просто рода и вида в смысле понятия, я имею в виду рода и вида, в смысле того, как мы наблюдаем в природе. Вот существуют отдельные организмы, ну, допустим, много отдельных людей, а вот есть род людской, много отдельных, скажем, животных, какого-то одного вида, на самом деле, а существует род этих животных и прочее. То есть у нас на самом деле многообразие живых организмов, оно вот объединено таким способом, что мы знаем различения не только на отдельные единичные организмы, но еще и на классы, на группы, на семейства и так далее. И все вот это в целом, да, есть некое родовидовое дерево, да, и на самом деле получается, что вот некоторого рода обществ, например, род с людской, как обществ, или там, допустим, семейство кошачьих, или какой-нибудь там род там, порнокопытных, и прочее, да, вот эти вот эти существа, они точно такие же единичны, да, в отличие от того, что на самом деле мы имеем, когда-то говорим о понятии. Потому что они ведь точно так же существуют, поскольку существует каждый отдельный экземпляр этого рода, поскольку и существует род, да. И мы... Это вот еще вот родовидовое понимание всеобщестей, то есть всеобщесть рода. И еще есть четвертый вид всеобщести, он связан с всеобществом социальным в целом, да, которые не обязательно сводятся к роду. Ну, например, если мы говорим о народе, то эта социальная целость может свести к роду. А вот если мы говорим, допустим, о таком целом, как государство, если мы говорим о таком целом, как государственный институт, и прочее, то здесь уже нельзя свести к роду, да, но тем не менее, мы такие целые присутствуют, и они точно такие же живые целые, да, и точно такие же живые всеобщества. Не такие, как понятия, понятия, А они именно как агрегарное целое, как некое целое, которое выступает над каждой единичностью. Допустим, если что такое государство? Это же не только объединение территории, объединение языковое, культурное и прочее. Это некоторые все-таки целые, которые, как и грегор, если можно пользоваться, царствуют над вот этими отдельными единичностями. Ну и в этом отношении, в этом развлечении, самое главное, понятие различия между всеобщностью понятия, в данном разговоре, и различия рода и вида, в смысле живой природы. Дело в том, что мы когда о понятии говорим, мы точно так же указываем на некие родовидовые различия. И тоже говорим о понятиях, что понятия организованы в роды и вида. Давайте посмотрим, существует ли здесь, на самом деле, прямая аналогия. Смотрите, вот мы говорим, например, о понятии стол, который объединяет многие отдельные единичные столы. Но, тем не менее, это понятие стол, оно относится к этим многим столам не таким же способом, как им относятся, например, о многообразии всех единичных котов, как семейства кошачьих. Не таким же способом. Здесь существует некоторого рода аналогия, да, и мы на самом деле, ну, не мы, а античная греческая философия, она перенесла, да, вот, некую метафору вот этого рода, само слово род, как бы, да, это биологическое происхождение, понятие. Она, вот, биологическую метафору рода перенесла, как бы, вот, взаимоотношения также и вещи, да, как будто вещи, да, неживые вещи, неживой природы точно так же взаимоотносятся к какой-то вид, да, вот, есть идеи, скажем, стол, там, стул, да, вот, есть, как бы, конкретные единичности, там, единичные столы, единичные стуль и так далее, да. И мы точно так же в неживой природе вот выстроили вот эту иерархию якобы, которая якобы существует, да, иерархию вложенности, видов и родов. На самом деле мы ее выстроили по метафоре, исходя из того, как выстроено живое царство. Вот живое царство в виде такого дерева действительно выстроено, и это, и вот эта вот иерархия живого, да, где есть виды и роды, где роды точно так же существуют, она отличается от той иерархии, которую вы выстроили в неживой природе. Потому что в неживой природе такого взаимоотношения нет. В неживой природе мы не можем сказать, что вот идея стула, и вообще говоря, даже можно сказать так, что вся философия занимается, пытается, например, понять, как вот эти идеи, неживых вещей, как они присутствуют. Ведь никто не задается вопросом, а каким образом присутствуют, допустим, идеи семейства кошачьих. Это же просто естественным образом присутствует. Но нам интересно, например, понять, каким образом присутствует в родовом отношении, допустим, идея стола, или идея, я не знаю, других каких-нибудь вещей, любой другой вещи, неживой. Что здесь еще важно? Что значит «все кошачий стол». Но в некотором отношении семейство кошачьих представляет собой, как и отдельный экземпляр кошачьего, некое многообразное содержание. Его просто можно бесконечно вычерпывать. То есть это не нечто простое. А вот идея стола – это нечто простое. Можно его свести к некой функциональности. То, зачем пишут, или то, зачем едят. Или, допустим, идея стула. То, на чем сидят. То есть, иначе говоря, идея в смысле вещей – это нечто простое. А роды в смысле живых существ – это нечто многосложное. И для того, чтобы понять, что город кошачий, мы просто должны вообще перебрать все многообразие кошачьих, попытаться понять, разбираться с отдельными случаями и прочее. И прочее, и прочее, и прочее. То есть, на самом деле, род в том смысле, как в смысле живых организмов – это точно такое же живое нечто. Ну, всеобщего содержания. И вот теперь, как бы обсуждая этот вопрос, да, и понимая это различие, мы перейдем к обсуждению того, что представляется бы род людской. Для того, чтобы понять единичность Бога, да, вот надо было бы понять, что такое представляется бы единичность человека. И род людской, да, представляет вот собой точно такой же вот род, как род кошачьих, да, но точно такой же единичный. Да, вот нечто, несмотря на то, что вот это род, и он представляет собой некая всеобщность, да, и относится к каждому отдельному человеку, это что такое, как бы, в чем, как бы, основное, одна основная характеристика понятия. Она состоит в том, что она применяется к многообразным единичным. То есть одно и то же понятие может быть применено к многим единичным сущностям. То есть понятие стол можно применить ко многих столам, как единичный, когда это развернуто передо мной. Точно так же, в каком-то отношении род, точно так же, да, когда я говорю род людской, он применен ко многим людям. Он применен ко мне, применен к Игорю, применен к какому-нибудь там негру и прочему. То есть все мы люди, как бы, и ко всем нам может быть применено одно и то же наименование, да, человека. Но вот это понятие человека, оно на самом деле не является таким же понятием, как понятие стула. Почему? Потому что это понятие человека, оно является живым понятием. То есть оно является живым в том смысле, что оно единичным является. То есть оно объединяет всех нас в этом понятии, потому что это понятие на самом деле есть не что иное, как вот род живой. Как можно сказать, как понятие кота объединяет всех кошачьих. Или понятие собаки, собак и прочее. То есть здесь существует коренное развлечение, которое я усматриваю, между понятиями, которыми мы обозначаем жилые организмы, и понятиями, которые мы обозначаем нежилую природу, обозначаем вещи. И существенно, что из этого и выводы разные следуют. Когда богословие, теперь мы возвращаемся к богословию, пытается высмотреть Бога, то оно почему-то обращается к понятиям в смысле вещей, к тем абстрактным понятиям, которые относятся к вещам. Она не пытается понять Бога как в смысле родового понятия, в смысле того, как оно относится к живому организму. А ведь заявлено, что Бог является живым Богом, что Бог есть Бог Исаак. И это Авраама, Исаака и Якова, Бог не мертвый, а Бог живый. И вообще, говорим, в Евангелии несколько раз сказано, что Бог есть Бог живой. Если Бог живой, то это должно относиться, опять же, к этому водоразделу, к тому, что высказываться о нем нужно, соответственно, в понятиях живых, в тех всеобщинствах, которые относятся к родовидовой характеристике жизни. А всякое богословие, оно ведь что делает? Оно сразу отбрасывает это и переходит к понятиям абстрактным, к тем самым понятиям, которые характеризуются скорее вещью. Хотя вот Гегель пытался, как я уже указал, что Богу надо понимать не только как объектов, надо понимать так же как субъект, он как раз пытался вот этот мостик-то перекинуть, да, он пытался также Бога понять, исходя вот из родов и видов, в смысле живого. Но, на самом деле, поскольку он остался на позиции мышления, он этого сделать не смог. Потому что, на самом деле, как ни странно, мышление характеризует прежде всего понятия, которые относятся к объекту. И вообще говоря, мышление с его категориальной сеткой, оно вообще нацелено на характеристику прежде всего неживого. И вот теперь как бы я попытаюсь это объяснить, как же надо понимать правильного Бога. Правильно Бога надо понимать, если мы хотим правильно понимать, что такое Бог, да, мы должны постоянно бежать в голове, что Бог является, должен быть чем-то живым, да. И если мы как-то будем получать некое понятие, которое относится просто к неживому, да, то мы тем самым как бы потеряем само понимание Бога. И поэтому, когда Игорь утверждает, что Бог есть там перцедентно, или там, когда есть это небытие, или ничто, или абсолют, это не важно. Все это вот, все это по некие его рода понятия абстрактные, да, и они не характеризуют ничего живого, да. Не характеризуют просто, как были понятиями, так понятиями остаются. То есть, на самом деле, они до Бога просто не доходят. И вот для того, чтобы все-таки до Бога дойти, мы попытаемся понять, что же такое в человеке представляет собой живое. Что же значит, что человек живой? Вот у человека есть два как бы уровня, по крайней мере два уровня, которые нужно характеризовать. Можно назвать три, конечно, есть телесный уровень, душевный уровень, духовный уровень, но стандартное развлечение. Но нам важно два. Так вот, по первому различению, человек представляет собой просто биологический организм. Многообразие биологической природы в биосфере существует такое существо, как человек, в смысле биологического организма. Это первое понимание, первый уровень понимания человека. Но поскольку в этом понимании человек становится таким же родоположным существом всем другим остальным живым существам, то мы, собственно, не понимаем, что такое человек, как человек. То есть мы понимаем, что человек – это биологический организм, а что же такое человек, как именно человек, как нам отличить-то его от других. И отличаем мы человека от всего остального, от всех остальных существ, чем-то другим, то, что мы называем личностью. Вот человек, прежде всего, характеризуется вторым уровнем. Я говорю, что уровни больше, но нам просто важно сейчас именно два уровня. Второй уровень связан с тем, что человек является личностью, что человек выступает как нечто, как бы… Ну, если я как бы сразу буду форсировать, да, определение, выступает как нечто свободное. Как осознающее свою свободу. Как вот, или иначе говоря, как сознание. И вот в отличие от всех других биологических организмов, человек именно характеризуется своим сознанием. То есть наличием этого сознания. Сознание – это и есть как бы основание его свободы и так далее, и так далее. Сейчас мы в эту тему углубляться не будем, мы просто возьмем это, как будто бы это решено в другом месте. Так вот, поскольку человек – это личность, да, и мы должны как бы найти характеристику этой личности, человека как личности. И мы тем самым не можем опираться только на биологическое. Хотя, конечно же, личность существует только в живом теле, то есть в чем-то органическом, но тем не менее она отличается от этого органического. И мы сами это понимаем, поскольку мы как бы отличаем сами себя от своего тела. Там мы говорим, что каждый из нас дефицирует себя с сознанием, говорит «я», да, и тем самым отличает от себя от тела, что тело как бы есть иное. То есть на самом деле мы как бы в каком-то отношении стоим вовне биологической вот этой природы. Мы как бы чувствуем себя как будто… Мы не можем себя полностью отождествить с этой природой. Мы как бы вышли… Ну, этому способствовала другого рода эволюция, да, мы вышли как бы за пределы природы. Мы как бы вышли и стали как бы по ту сторону природы. То есть мы противопоставляем себе природе, да, вот мы создали, более того, это противопоставление дошло до того, что мы даже свой собственный искусственный мир создали, да, а сейчас создаем свой собственный виртуальный мир и так далее. То есть мы постоянно порождаем и мысли как бы и в реальности вот нечто иное, да, по отношению к природе. То есть мы чувствуем на самом деле, что мы как бы вот… То, что в религии называется «не от мира сего». Что мы, ну, и как… Причем вот эта вот неотмирность наша, да, если так можно выразиться, она – это существенная характеристика человека. И именно в этом состоит, если брать любую богословие, любую религиозность, ну, скажем, развитую религиозность, да, в этом и состоит суть человека, да, что вот он неотмира сего, в нем есть нечто, как бы, то, что говорят от Бога. Иногда говорят, что либо в нем нечто от Бога, иногда говорят, что Бог внутри нас и так далее. Вот иначе, говорят, всегда, всякий раз полагают, что мы имеем, вот лично мы, люди, да, имеем какое-то отношение к Богу. Почему? Ну, потому что мы на самом деле как бы находимся вне природы, природы, да, вот мы как бы противопоставлены, и тем самым мы понимаем наши отношения, и мы понимаем вот это вот, то, что Игорь назвал трансцендентностью, да, на самом деле мы сами находимся в этой позиции, не в полной позиции трансцендентности, а в позиции инаквости. То есть мы сами, мы сами инакво, и мы чувствуем, что наша природа, что наше существо, оно инакво и противоположно, оно внеположно, может быть, не противоположно, а внеположно этому миру. И вот эту внеположность, на самом деле, человек и должен обосновать. И вообще говоря, всякая религиозность, она строится именно на этом мироощущении внеположности человека, что человек чувствует, что не может он быть вот из этой природы, что он имеет какие-то другие корни, небесные, назвать ли их, трансцендентные, или их назвать, или еще какие-то, не важно. Если взять любую инфологию и проследить, то она вся выстраивается на основании этого мироощущения. А если мы, как феноменологи, исследуем вообще явления религии, да, и пытаемся понять, как же оно все выстраивается, мы должны именно опираться в некие первофакты, да, первофеномены. Вот здесь вот этот первичный первофеномен, самоощущение человека, который чувствует, что этот мир не его. Да, у него есть какая-то ностальгия, внутренняя недовольтворенность этим миром. Он чувствует, что что-то здесь не так, да, что... Даже дело не то, что человек смертен, это на самом деле вторичное. Понимаете, это... И к этому тоже можно вопрос ввести. Но на самом деле самый главный вопрос, что человек чувствует, что вот... Что этот мир, это своего рода как будто бы обман, да, как будто бы какая-то иллюзия, да, как будто бы какой-то сон, как будто бы какая-то... Как будто бы какая-то шутка или издевательство над человеком. Так вот, эта инаковость на самом деле нас, она... Она вообще говоря... Ее понимание основано на том, что у нас есть сознание. Вот, в отличие от других способностей, да, там, мышление, чувства и так далее, способность сознания, она вот особая. Если вообще можно назвать ее способностью, да, потому что мы не можем находиться вне сознания. Как бы все, что как бы всегда... Для нас все всегда существует в сознании, да. Если мы теряем сознание, то для нас исчезает и весь мир. Так вот, существует... Как бы вот мы это тоже в образе создали, два принципа индивидуации. Очень важно на самом деле понять, каким образом вещи, там, или, там, тела, там, и так далее, становятся чем-то индивидуальным, индивидуальным. Так вот, один принцип — это пространство. То есть, пространство, пространство, и мы различаем различные индивидуи, да. То есть, вот, например, этот стол развернут передо мной, пространство, там, человек сидит, там, еще что-то, да. И пространство, вот, оно позволяет нам различать сущности. И этот принцип индивидуации, да, которым является, собственно, пространство, он зафиксирован, прежде всего, Аристотелем. Собственно, у Аристотеля все является пространством, даже Бог является пространственным. Он является некой охватывающей сферой, да. У него мир конечит, как бы, потому что бесконечит он рассматривал как нечто бессмысленное, там, и противоречивое. Поэтому у него все конечное, и все находится внутри Бога. А Бог представляет с того, какую охватывающую сферу, конечную, совершенную сферу, да. А за этой сферой уже ничего нет. А за этой сферой пустота. Это вот первый принцип, который надо, индивидуации, он чем интересен. Он интересен тем, что в соответствии с пространством, мы, на самом деле, находимся внутри пространства, да. И, если мы Бога понимаем как нечто пространственное, ну, допустим, как вот понимает Бог, да, Бог, вот, допустим, является чем-то бесконечно, да, бесконечно удаленным в пространстве, там, или вообще как-то существует пространство, как нечто охватывающее, да. Или как у этого, у спинозы, да, Бог представляет собой просто все. В том числе, как бы, и вот это вот бесконечное пространство, которое нас окружает. Так вот, если мы рассматриваем, в принципе, индивидуации как пространство, то мы и сами внутри этого Бога находимся, или как бы, ну, является чем-то конечным, да. Тут вот, что такое принцип индивидуации? Он показывает, как он, что значит, что мы конечны, да. Вот, мы конечны в пространственном смысле, и, а Бог, как бы, он является чем-то большим, чем мы, да. И поэтому мы, мы по отношению к нему умолены в пространственном смысле. Вот это одно понимание принципа индивидуации, одно понимание в соответствии с этим принципом, что такое представляет Бог, да. Причем, как бы, я еще раз указываю на то, что мы отказываемся сейчас в нашем разговоре и вообще противостоим, да, той точки зрения, что Богу можно вот путем вот этих всеобщих понятий, как эксплицировать, да. Сейчас я пытаюсь вот указать на Бога, именно что указать. Не пытаться, пытаться указывать, не пытаться эксплицировать Бога в смысле какие-то категории, в смысле каких-то конструкций логических, да. А чисто просто указывают, как вот в нашем опыте. Вот есть нашего пространства, да. Можно считать, что Бог в этом пространстве является чем-то охватывающим, это пространство. То есть, таким образом, понимал, допустим, Бога Аристота. Да, и вообще, как говоря, таким образом понимали в массе своей отличный философ. А теперь есть другой принцип индивидуации. Это другой принцип индивидуации, связанный с сознанием. И он состоит в том, на самом деле, что сознание представляет собой нечто пространственное, но это тоже отдельный разговор, как бы я на нем застряться не буду. Но, если мы опять же, как бы, все-таки непосредственно согласимся, я просто это доказывал в других своих, на других семинарах и докладах, то на самом деле в нашем пространстве сознания, да, вот, существует некого рода топоса, да. Топос, допустим, того, где... Тут как надо понимать это пространство? Это пространство надо понимать не в том смысле, что оно находится внутри моей головы, да, это глупость, да. А это пространство является своего рода конфигурационным пространством, которое, с одной стороны, спроекцировано на реальное пространство, которое нас окружает, а с другой стороны, оно включает в себе и пространство, которое, как бы, является чисто субъективным. То есть оно как бы имеет, если так можно выразиться, оно нарушает границы субъекта объекта различения, оно вот именно представляет собой то, что можно было назвать миром. У нас в мире, на самом деле, наряду с тем, что существуют предметы, там, стол, стул и так далее, существуют также идеи, да, идеи стола, идеи стула, идеи Бога и прочего. И на самом деле, то, что называется миром, вот эти сущности, они существуют в каком-то отношении ледоположном, в таком конфигурационном пространстве, да. То есть пространстве, которое является наиболее общим пониманием того, что представляет собой мир. Мы как бы, мы на мир проецируем свои какие-то субъективные взгляды, ну как вот можно сослаться на Канта, понятия свои проектины, свои концепции проектины, но мы живем в соответствии с этими концепциями. Для нас мир представляет собой не только нечто материальное, материальное и протяженное, да, то, что представлено, А для нас, на самом деле, мир представляет собой одновременно и нечто концептуальное, да, мы, соответственно, мы свои взгляды на мир, взгляды на то, как устроена Вселенная, на то, как устроен человеческое общество, на то, как устроен, допустим, вообще, там, мир, Бог и прочее, да, общество, мы все это проецируем во мне и живем в соответствии с этими реалиями, да, мы проецируем этику, мы и прочее, прочее. То есть, на самом деле, в нашем мире, то вот этом конфигурационном мире сущности, которым можно пощупить материальные, соседствуют с сущностями, которые представляют собой концептуальными. И поэтому, вот если мы теперь говорим о вот таком пространстве общем, да, концептуальном пространстве, которое представляет собой и есть на самом деле наше сознание, да, вот этот вот мир, в котором мы живем, вот это и есть наше сознание. Если говорить о таком сознании, то он тоже является принципами индивидуации, потому что вот в этом сознании есть некий топос. Я понимаю, например, где в этом сознании находится магазин, я понимаю, где в этом сознании находится идея Бога, я понимаю, где в этом сознании находится идея меня самого, я понимаю, где в этом сознании находится, допустим, представление каких-то физических явлений, теории и прочее, этика. В этом же конфигурационном пространстве представлены также переживания, и все многообразие нашей внутренней жизни, как бы мы это относим к внутренней жизни. На самом деле, если мы все-таки придерживаемся концепции сознания как конфигурационного пространства, это все представляет в нас некий шар общий, для каждого из нас, шар общего мира. И поэтому сознание представляет второй принцип индивидуации, топосы сознания. И Бога можно понимать в смысле указания на некого рода топос. То есть мы говорим о том, что когда мы говорим о Боге, это не просто какая-то идея, потому что если мы говорим о идее, то мы тем самым теряем Бога, потому что это не живое нечто. А если мы указываем на нечто живое, на некого рода топос, то надо говорить о том, что мы с помощью сознания имеем доступ к Богу. Есть нечто, есть некая совокупность каких-то феноменов, которые проявляются вот в этом конфигурационном пространстве, которые указывают нам на существование Бога как чего-то живого. С одной стороны, этот топос связан с некой высью. Вот наше пространство конфигурационного сознания, оно представляет собой нечто неоднородное. У нее есть высь, есть как бы низ, мы можем в нем падать, мы можем в нем, допустим, возноситься, мы можем в нем чувствовать какие-то возвышенные чувства, а можем чувствовать угрязвение совести. И все это вот в нашем мире представлено вот в этом... То есть дуальность Бога, то есть наличие Бога и равному ему сатаны, оно как бы в этом мире имманентно вручено. Ну, дело в том, что я говорю про концепции различные. Есть различные концепции, есть и такая концепция. Да, можно сказать, что из того, что это конфигурационное пространство имеет ввысь, можно сказать, что в этом пространстве существует как бы ввысь и низ, небеса существует и ад. Но, но это как бы все-таки пока чисто феноменологическое наблюдение. А я хотел как бы указать на Бога как на некую единичность. Да? Как на... Обратите внимание, что небытие, оно всегда одно. На нечто конкретное. Небытие всегда одно. Ну, понимаешь, есть единичность одного, в силу того, что другого нет. А есть конкретность этого единичного. Недостаточно сказать, что что-то одно. Ну вот. Надо еще указать, оно конкретно оно или абстрактно. Небытие, как раз, конкретно одно. Нет, оно не конкретно. Обстрактно одно. Оно просто абстрактно одно. Оно не конкретно. Оно абстрактно одно. Оно одно, я же сказал, но оно не конкретно одно. А надо, чтобы оно было конкретным. Потому что, когда я говорю, что, допустим, Стас является конкретным, одним является. уникальной некой личности, то он является не просто одним, в силу того, что нет никакого другого Стаса на Земле, а он еще является и конкретно одним, потому что есть я, есть ты, есть, допустим, еще другие люди, есть много людей, и вот в силу того, что людей много, он не просто один уникальный, он еще и конкретный индивид. Точно так же, допустим, взять кота какого-нибудь, любого моего, например, который сидит дома, рыжий кот. Нет, нет, подожди, то есть у тебя получается, что Бог конкретно единичный, потому что есть другие Боги? Нет. Я бы до этого еще не дошел, потому что есть другие топосы. Ну хорошо, другие топосы. В сознании есть другие топосы. Только в том случае, вот смотри, когда мы говорили о том, что есть принцип индивидуации Бога в пространстве. Таким образом, Бог был там одним. Бог был там одним тем способом, что он был охватывающей сферой. Ну вот, допустим, за концепцию в качестве, концепцию Аристотия. Охватывающей сферы, которая идеальная сфера, которая весь мир в себя включает. Да, вот. И он, поскольку это, он является формой, да, вот шаровидной формой, и в силу того, что он является последней этой формой, он как бы может быть отделен от мира. Можно мыслить как чистую форму, как форма формы. Потому что последняя форма, да, вот форма Шарна, она может быть отделена, да, но она просто в силу положения своего отделена. Нет, я, может быть, неправильно понимаю. Да у тебя Стас конкретный получается, не потому что есть такие люди, а потому что есть кошки и собаки. Конкретность Бога, если мы имеем в виду принцип индивидуации пространственной, состоит в том, что он тоже так же пространственный. И относится к другим пространствам. Конкретность человека, если мы имеем в виду сферу сознания, не сферу пространственную, а вот уже, в принципе, индивидуации, связанная с тем, что в конфигурационном пространстве различаются сущности, да, состоит в том, что вот есть топос уникальной личности, а есть топос Бога. Вот если, допустим, в моем конфигурационном пространстве сознание есть как бы вот уникальная личность Стас, а есть как некая другая уникальная личность, которая называется Бог. А у других сознаний их нет? Нет, и тут в чем состоит проблема? У других сознаний может случиться так, что не будет, конечно же, и представления о Стасе, потому что они Стаса, они знают, никогда не... И даже представления о Боге могут быть. Потому что они его тоже никогда не изучают. Да, потому что действительно так. Вот в этом и состоит проблема. Проблема состоит в том, что когда мы переходим к принципу индивидуации в смысле сознания, мы умоляем Бога, поскольку теперь для того, чтобы Бог существовал, требуется некое наше признание, некое внутреннее действие. Мы должны дать место, дать возможность Богу присутствовать. Вот этот топос внутри сознания, в этом конфигурственном пространстве, мы должны уделить место и признать, что место Богу есть. Потому что если мы скажем, что его места нет, то его и не станет. Потому что это же все-таки наше пространство. Мы в наше пространство, допустим, по какой-то прикидке я в мое пространство могу не впустить Игоря и сказать, что Игорь не существует, и его существовать не будет для меня. Я просто, допустим, буду действовать таким образом, чтобы с ним никогда не встречаться, обо нем забыть и всячески из моей жизни его просто вытеснить. То есть, на самом деле, такое положение, оно как раз и связано с тем, что сейчас в современном ситуации называется атеизмом. То есть, собственно, атеисты просто вот этот топос Бога, который связан с возможностью, который всегда существует в силу того, что наше сознание конфигурационно включает все возможности, какие только существуют. Он на самом деле есть. Но просто у кого-то этот топос является топосом живым. Человек предоставляет ему место. А в других сознаниях это место не предоставлено. И поэтому возникает коллизия. Одни в Бога верят, а другие в Бога не верят. Теперь, как бы, на самом деле, надо остановиться просто на вопросе, в каком смысле Бог единичный. Вот в том же смысле, когда я смотрю, например, на какого-то единичного человека, и как я вижу в нем человека? Я могу видеть в нем человека в смысле принципа индивидуации и пространства. Я могу сказать, вот он находится в другом пространстве, и я вижу, что он просто другой, другое тело. Но мы еще раз говорили о том, что человек не сводится к телесности, что человек не сводится к своей органической жизни. Человек – это нечто, это какое-то сознание. То есть я должен трансцендировать это тело для того, чтобы перейти к человеку, то есть к личности, перейти к его сознанию. Для того, чтобы именно принять, как бы, воспринимать эту личность, допустим, тут надо обязательно говорить о каких-то, допустим, Игоря Данила. Чтобы воспринять Игоря Данила именно как Игоря Данила, а не как некое тело. Потому что в смысле тело, мы ведь в некотором отношении все одинаковые. Мы более-менее, мы принадлежим к одному роду, и в этом смысле рода мы все одинаковые. Мы на самом деле являемся уникальными личностями только в смысле того, что каждый из нас представляет собой уникальное сознание. И я должен каждый раз трансцендировать это тело и переходить, и обратиться к этому уникальному сознанию. Точно так же и он со своей стороны должен это сделать. Точно так же, как я говорил, что отношение между Богом и человеком строится по принципу, по мерке отношения между человеком и человеком. Точно так же и к Богу. Вот у меня есть некого рода топос, абсолютный топос Бога. Каким образом я могу к нему обратиться? Точно так же я должен трансцендировать в этот топос. То есть я точно так же должен на самом деле выйти за рамки представления о том, что Бог представляет только понятия. Или Бог представляет собой некоторого рода миф или иллюзию и прочее. То есть я на самом деле должен попытаться обратиться к Богу как к какой-то личности. По аналогии, если я обращаюсь к Игорю Данилову. То есть я должен, параллельно, дружить к Боге некого рода сознание. На самом деле, последним определением, и дальше которого уже идти невозможно, является то, что Бог представляет собой некое сознание. Можно было бы апеллировать к тому, что Бог представляет собой единство рода. То есть мы все люди объединены некого рода рода, и вот этот род представляет собой Бога. Потому что этот род, это некая рода всеобществ, с одной стороны, а с другой стороны, представляет собой нечто живое. И можно было бы говорить о том, что вот этот живой род представляет собой Бога. Это одна возможность. Можно было бы говорить о том, что Бог представляет собой его своего рода и Гребер. Когда различные люди объединяются в какую-нибудь организацию, скажем, религиозную организацию, они как отдельного рода единичество объединяются в какой-то общий конгломерат. И образуется некое единство сверхотдельных единиц. И это единство сверхотдельных единиц принято называть эгрегором. То есть можно было бы сказать, что Бог представляет эгрегор. Этот эгрегор точно так же живой. Это четвертое понимание всеобщества, когда я говорил о том, что в смысле социальных целых. То есть можно было бы так Бога понимать. Но на самом деле я сейчас апеллирую к другому пониманию Бога, к третьему, которое связано с пониманием всеобщества как тоже сознания. Что Бог представляет собой некое сознание. И мы на самом деле, каждое отдельное наше сознание, на самом деле сами находимся в Боге. То есть вот есть... Дело в том, что в чем как бы недостаточность определения... Немножко назад с Шахзаном. В чем недостаточность определения Бога как человеческого рода или как эгрегора? Потому что и там, и в другом определении присутствует, что понимается Бог как живой. Но все-таки в чем недостаточность? Недостаточность говорит в том, что здесь Бог понимается только как бессознательно. Когда в родовом понимании, когда говорится, что Бог есть живой род, живой человеческий род, то в родовом понимании недостаточность состоит в том, что Бог сводится к некой телесной, органической жизни. А ведь мы говорили о личности, мы говорили о сознании. А где же все это? Все это как бы как момент исчезает и погружается в некую темноту вот этого рода. Причем на самом деле это существенный разговор, потому что вся и всякого рода религия, она начинается именно с того, что люди осознают свою общность рода. И всякая религия, она всегда является родовой религией. И начинается как родовая религия. И еврейская религия является родовой религией. Античная религия является родовым религией. Но любую религию, если проследите историю, то она является просто религией рода. У нас своего рода осознание, точнее интуитивное осознание, поскольку осознание доходит позже. того, что представляет человеческую обществу. Вот некого рода живой род. Но этот живой род что как бы была новизна, если так можно выразиться, христианства? Она говорила о том, что все люди объединены в один род. Это не те способы, что вот есть еврейский род, там есть там греческий род, там есть там русский род и так далее. То есть христианство претендовало на некую универсализацию рода человеческого как такового. Все люди объединены в некий единый род. Вот в чем состоялся смысл христианства. И все колесии какие сейчас существуют в отношении между христианством, иудаизмом и прочими религиями, она состоит в том, что христианство претендует, что у них вот такой вот сверхродовой род некого рода и Бог точно так же сверхродовой. Он точно так же живой, но просто потому, что все роды объединены в нечто одном, в некий единый человеческий род. А тем не менее каждый отдельный народ, допустим То есть еврейский народ, русский народ, греческий, немецкий, другие, они претендуют на то, что у них бог какой-то свой родовой. Относится именно как-то особенно к немцам, особенно к русским. Допустим, в православии считается, что это является религией именно русского народа. Людеранство, религия немецкого народа и так далее. То есть каждый раз на самом деле есть коллизия между этим сверхродом, когда все люди объединены в один род, и каждым отдельным родом разбитым по некому роду национальности, народности и прочее. То есть вот эта коллизия, она постоянно, каждый раз возникает в различные моменты. Но я просто сейчас этот вопрос как бы упускаю, хотя здесь есть о чем говорить. И перехожу как бы по пониманию, и точно так же бог как и Грегора, да, опять же бог бессознательный. То есть люди как-то объединились каким-то способом, да, там, как гумерацию. Ну и возникло некое сверхъединство. Ну и это сверхъединство опять же является нечищем-то бессознательным, да, и бог опять же не является сознанием. Она хотела все-таки найти некую аналогию между человеком, который понимает свою сущность как сознание, и богом, да. И понять бога как сознание может быть единственным способом, что все сознания, да, объединены в боге. И бог представляет собой вот некое такое вот сверхсознание. И мы имеем доступ к этому богу, поскольку мы сами сознание, и у нас есть умение, да, сознание, да, и у нас есть некого рода понимание, что вот есть такой топос, да, топос лысый и прочее. Мы имеем некую возможность, на самом деле, поскольку подобное постигается подобным, а мы являемся сознанием, мы имеем возможность и способность воспалять богу, поскольку и бог представляет собой некого рода сознание. То есть и здесь опять же бог заявлен не как какое-нибудь понятие, не как вот бог ученых, философов. А здесь бог заявлен как некая вот единичность, да, вот. Вообще говоря, это вот бог как сознание следовало бы, почему оно конкретное опять же, да, потому что мы все сознание. То есть мы, каждый из нас сознание, и бог как огромное сознание, как вот сознание, в которое мы все включены, является с одной стороны он одно, поскольку все мы включены в некое огромное большое сознание. И это единство является либо, опять же, конгломератным единством, как единством многих сознания, либо это существует как бы, мы просто являемся составляем часть бога, да. Но это не важно. Важно состоит в том, что в этом боге как сознание мы представлены как сознание, и отличаем свое сознание от других сознаний, тем самым бог является только одно, но еще и конкретное одно, потому что по отношению к другим сознаниям. Это раз. И этого бога, к этому богу мы можем почему восходить? Откуда у нас такой доступ? Поскольку мы сами сознание, да, поскольку мы личности, и бог личность. И мы, когда именуем личность, мы даем ей собственное имя, да, то, собственно, вот этот вот некий единичный смысл. Я говорю такой Игорь, Данилов, я там называю себя, и каждый раз это нечто единичное, да, это уникальное, там ничего на свете больше такого нет и не будет, никогда один раз был и больше никогда не будет. Оно имеет какую-то внутреннюю свою историю и прочее, прочее, да. То есть это некая неисчерпаемая сущность. То есть даже и бог, некая неисчерпаемая сущность, одна. Она имеет какое-то, должно иметь какое-то собственное имя. И правильное отношение к Богу, оно вот именно как отношение к этой единичному, которые имеют собственное имя, там, назвать ли его Иисус Христос, назвать ли его, там, Яхва, там, или Ягова, это уже как бы воля, какое-то отношение, ну, как бы историческая судьба, или воля какого-то рода, там, людей или сознания, как его называть. Ну, в любом случае, это не понятие абстрактное. И Гегель здесь как раз ошибался, он ведь точно так же восходил-восходил, и все, что получил, это абстрактное понятие. Но это понятие почему-то он посчитал, что оно живое, и даже оно является духом. Но на самом деле у него там есть существенные различия между мышлением и сознанием, вот этот мост у него, он не получается, да, у него получается на самом деле, что поскольку бог представляет собой логику, то бог, по самом деле, представляет собой гипостазирование абстрактного понятия, и он является просто абстрактной единицей. А правильное понимание бога возникает только тогда, когда мы различаем сознание и мышление, и строим бога не на фундаменте мышления, то есть не на фундаменте логики, а на фундаменте сознания. Потому что именно сознание является основанием всего, даже основанием любых разговоров о бытии-небытии, о разговорах о трансцендентах и прочее. сейчас я уже не буду дальше углубляться как-то надо быть я просто дал некое развернутое понимание как надо понимать Бога как Бога Абрама, Исаака и Якова а не Бога ученых и философов никакое абстрактное понятие как некая реальная единичность Абрама, Исаака и Якова